Всем доброго времени суток! Сегодня особо ощущается, как поливается грязью церковь, и особенно в интернете. Стоит в какой-нибудь социальной сети, в какой-нибудь группе оставить пост о вере, так сразу же появляются ниже комментаторы и дают свои комментарии негативные, что в церкви там только деньги, 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 и в общем ничего святого там нет. К сожалению, некоторые сами священнослужители отталкивают людей от церкви Христовой и дают этому повод. И пытаясь с человеком говорить о вере и о необходимости ходить в храм, участвовать в таинствах, верить не только в душе, но и верить на делах, как мы знаем, вера без дел мертва, он тут же начинает перебивать и говорит, а вот такие там у нас священнослужители, и дает большой список, какие у нас нынче священники. Да, действительно, есть у нас горе пастыри в церкви, и отрицать это глупо. В интернете можно наткнуться на много видеороликов, как то пьяный священник за рулем, то другой занимается рукоприкладством, третий там шикует и так далее. Еще апостол Павел говорил, Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И как мы видим из слов апостола Павла, вошли к нам в церковь так называемые лютые волки. Но стоит ли из-за этого уходить из церкви? Давайте в этом разберемся. Сначала узнаем, что же такое церковь. Итак, церковь это ковчег. И как в Ветхом Завете, чтобы спастись от потопа, нужно было войти в ковчег, так в Новом Завете, чтобы спасти свою душу, необходимо быть членом церкви Христовой, потому что Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И как мы видим, место спасения это церковь. И стоит ли отказываться от своего спасения из-за какого-то нерадивого там священника? Конечно, не стоит. Сама церковь является столпом и утверждением истины. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. Господь во все дни прибывает в церкви, независимо от того, какой там батюшка, потому что Христос глава церкви. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Говорит нам Христос. И не люди, не батюшки, не священники, а сам Господь создает церковь для нашего спасения. И я говорю тебе, ты, Петр, и на камне всем я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Даже врата ада не одолеют церковь, поэтому не стоит бежать из церкви из-за какого-то там священника или кто-то там вам может подал какой-нибудь соблазн. К тому же мы идем в храм не к священнику, а к Богу. А Господь во все дни прибывает в церкви, которую он приобрел себе своей кровью. Бог совершает все таинства через священника и независимо от того, какой там пастырь. И пока священник не запрещен в служении, он может совершать таинства. Конечно, горе тем, из-за которых люди отворачиваются от церкви Христовой. Еще вот такие слова восклицает святой Иоанн Златоуст. Если же по твоей вине, о священник, погибнет хотя бы одна овца, то тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить сию вину. Надо еще понимать, что священники такие же люди, как и мы, и имеют тоже соблазны. И все мы много согрешаем, как написано. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Не стоит менять свое спасение из-за того, что какой-то там, может, священнослужитель оттолкнул вас от веры. К тому же мне кажется, что люди чаще оправдываются, чтобы не ходить в храм Божий, и ищут виноватых кого угодно, других, но только не себя. Быть может, вы ушли из церкви, потому что вовсе не являетесь ее членами, как и написано. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Подумайте, пока есть еще малое время. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает, говорит Господь наш Иисус Христос. Поэтому, если вы когда-нибудь разочаровались в вере, или вас кто-то оттолкнул от церкви Христовой, вернитесь, как в притче «Блудный сын вернулся к Отцу», так и вы вернитесь к Небесному Отцу. Субтитры создавал DimaTorzok